Курс это уже исторические какие-то рекорды, потолки. Я просто взял, посмотрел, а вот если по курсу 3.35 или 3.38, который сегодня, да, пересчитать ВВП 2022 года, получится на 15 миллиардов меньше. 15 в долларом выражении. То есть представьте себе, что будет в долларом выражении ВВП Беларуси в 2023 году, особенно в 2024. Потому что 2023 он такой, когда еще белорусский режим зарабатывал на войне, на партнерстве с Россией, с Российской империей. И это уже четко понятно, точка верхнего восхождения в этом историческом этапе пройдена и будет только хуже. И те зарплаты по 700 долларов, и те пенсии, которые постоянно повышают в рублях, номинально может быть что-то больше. Но в реальности будет только-только хуже. И курс там 3.35. Когда идет война, поверьте мне, это время, которое триггерное, то есть запускает очень болезненные и очень разрушительные процессы, в том числе в экономике. Потому что когда война, это уже не про мирное существование, это безумно высокий уровень неопределенности, это турбулентность. И я думаю, что к концу этого года мы еще видим серьезное потрясение на мировых рынках. Китай тоже самое, он тоже не в состоянии, который можно что-то там распальцовку делать. Вот недавно информация Reuters, мне очень понравилось, что там в Китае настроили столько квартир, что можно было бы заселить всех китайцев 1,4 миллиарда, и еще осталось бы пустовать квартиры. Представляете, сколько вообще бум, это все же как бы искусственный пузырь, который создавался. И поэтому вот многие-многие узелки, понимаете, они сейчас входят в какой-то, вот сошлись в какой-то гордивый узел. И вот мы там в Украине, Израиль сегодня на переднем краю этой борьбы. Но у очень многих государств руки чешутся свалить или там попробовать отбелить себя от совершенных ошибок маленькими или большими войнушками. 3,36, кстати, сегодня курс, ну это так на всякий случай. А насчет ВВП вы сказали, так 3,8 запланирован рост. Ну, конечно, только в рублях. Да, в рублях это да, в рублях это одно. Но вот если взять там эти там, в прошлом году было меньше 200 миллиардов, но посчитайте по курсу 2,6 и по курсу там 3,3,3,5. А это же еще не предел, да, мы понимаем, что. Опять я подозреваю, что вот роль России там в этой оси злая. Россия, Иран, Хамас, отчасти я не знаю там, насколько тут вовлечен Китай. Но тем не менее, вот это вот люди, структуры, там наш, ну, трудно себе представить руководителя банды и террористической организации Хамас, которых принимает там руководителя уважаемого демократического государства. Ну, это трудно себе представить. Но это же было. И я уверен, что они не обсуждали там инновационное развитие, мелиорацию или выращивание люпина в отдельно взятой Палестине. Про инновационное развитие мы еще поговорим. Вот, кстати, вчера председатель правления Банка развития Александр Егоров, знаете, такого нет? Вот я сейчас хочу вам его процитировать, несколько его тезисов. Просто в продолжение темы рубля и инфляцию он здесь накинул, как говорится, все в одно. Значит, цитата. Относительно российского рубля потери нет и нет девальвации. Мы держимся примерно на одинаковом уровне. Российская Федерация для нас является основным торговым партнером. В курсовой политике мы должны соблюдать паритет реального и эффективного курса. И он соблюдается. Поэтому давление на инфляцию из-за движения курса будет минимально. Что касается самой инфляции, с точки зрения доходов населения, в 2024 году давления на инфляцию не будет. Есть постановление номер 713, говорит Александр Егоров, которое позволяет ограничивать рентабельность предприятия и сдерживать уровень инфляции. По его мнению, выполнить в 2024 году прогнозные параметры развития страны можно будет в том числе за счет снижения затрат на производство. О как! Ну же вы сбились. Тут все до кучи. Вот вам и рубль, и инфляция. Это просто типичный пример инфо-цыгана во главе организации с безумным уровнем экономической безграмотности, политкорректности или заблюдства. Вот я понимаю, что вот такие речи мог бы говорить какой-нибудь бывший партхозработник в 1992-1993 году, когда, знаешь, вот тогда все это было в такой катавасии, в такой буре, никто не понимал, что происходит. Но там уже 30 с чем-то лет прошло, и все-таки даже белорусские вузы дают какую-то базовую основу экономической грамотности. И вот это вот набрасывание разных сентенций на вентилятор пропаганды, это, конечно, говорит о том, что либо он там с очень гибким позвоночником, который там входит во все возможные отверстия, блокируя разум, либо это просто уже, ну, поставили солдата-ефрейтора руководить банком. Ну, он сказал там, как вижу, так и пою. Что мне написали, то я и говорю. Поэтому вот эти все манипуляции, которые, вот если бы хоть было долик, толик о правде в том, что он говорит в отношении курса, инфляции, есть постановление такое, есть постановление такое. С 95-го-6-го года Лукашенко при помощи инструментов ручного регулирования пытается убить инфляцию. И поэтому по уровню инфляция десятая в мире, хуже только африканские страны и Венесуэла. Вот что такое ручное управление инфляцией курсом. Поэтому этот товарищ в проблесках экономических знаний и интеллекта и совести я не замечаю в этих тенденциях. Поэтому он просто, я думаю, сохраняет свое место для того, чтобы при помощи разных проектов финансирования обеспечить себе хорошую заработную плату. Ну и, собственно, когда назначаете такую должность, ты там особо-то и не думаешь, а нужно ли тебе быть умным, грамотным. Вот знаете, я бы сравнил вот это выступление его с выступлениями представителей руководства Национального банка. Они тоже в очень сложном положении, но они никогда не допускают себе таких безумных ляпов, такой вот чуши, которую допускают руководители разных коммерческих подразделений ЗАО «Семья». Ответственности меньше на коммерции. Ну, ответственности меньше и там очевидно, знаете, вот одно дело, когда ты, ну это еще честь мундира, да, и какое-то самоуважение, да. Вот ни Калаур, ни члены Совета, там, правления Национального банка не позволяют себе говорить откровенную чушь, потому что, ну это же сразу, ну тогда все. Вот если там же вот такое гнилье, значит все. А это, это нагромождение разных, мало связанных между собой фактов, какие-то там проекции, потому что вот сверху начальство приказало так говорить. Типа, все нормально, курс хороший, цены стоят, а если будут цены пытаться увеличиваться, то мы рентабельность загоним под плинтус, а если этого не поможет, тогда, и, конечно же, мы в магазинах будем все выравнивать. Ручное управление, Госплан, еще военный коммунизм в придачу, и вот тебе, пожалуйста, называется «Банк развития». Это шикарное название, просто такое, про Оксиморон говори, да, вот «Банк развития». Оксиморон, да, да, да. Ну это когда горячий снег, вот это вот. Да, 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 замечательно. Тупой умник, тупой умник, вот. Да, 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 но при, вот вы сейчас про меня ловко, но при этом, но при этом, смотрите, он говорит про замедление инфляционных процессов через снижение затрат, да, снижение затрат. И вот приезжает Александр Григорьевич на полигон и видит, что что-то такое, что-то такое стоит диковинное, что можно было бы назвать аналогом Старлинка. И он говорит, то есть, получается, он обращается к начальнику связи вооруженных сил Беларуси. Целому начальнику связи. И говорит, то есть, получается, то, на что Маск потратил миллиарды долларов, ты бесплатно сделал. Он говорит, начальник, ну как бы не совсем нет, ну там, там я из кармана, да. Своих доложил. Инстрируйте, пожалуйста, мне пару миллионов долларов. Ну, Руслан, ну так вот, ну, вы не видели этого? Нет, этого не видел, но это просто, я читал там, ну это просто абсолютно шедеврально, да? А что не так? Вот вам Старлинк бесплатный. Посмотрите, в отношении себестоимости или издержек и выпуска, да, Лукашенко уже там лет, да, много говорит по поводу того, что нам нужно обязательно иметь опережающие темпы роста экономики и издержки, и себестоимость должна расти меньшими темпами. И вот если по любопытству даже белорусские данные, себестоимость всегда устойчива 15 лет растет большими темпами, чем выпуск производства. Вот то, что к вопросу о том, что нужно, можно ли управлять ценами за счет снижения издержек. Если бы так это просто было, издержки это карман чиновников, распорядителей чужого. Что касается этих линков, да, вот это Лукашенко вошел в Зазеркалье, то есть там Алиса у нас была, а тут Александр в Зазеркалье, да, причем в Зазеркалье бывает разное, бывает доброе, а бывает такое тоталитарно-совковое-говенное. Вот это вот, наверное, говенность тоталитаризма, напряжение, везде война, везде взрывается, там ничто не укладывается, никакого покоя нет, вот и приходит, ходит, ты порадуй меня чем-нибудь, ну порадуй, значит, как Бюнхгаузен. Ты можешь выстрелить себя из пушки, конечно могу. Вот это вот такой анти-Мюнхгаузен Лукашенко, который смотрит на какую-то там прибамбас и говорит, так это же круто, миллиарды долларов нужно тратить, это же мы порвем и продадим. Внимание, это наше изобретение Никарагуа, потому что Никарагуа, делегация была в Великом Камне, изучала возможности инвестирования в этот уникальный географический юридический проект. То вы не верите в белорусский Старлинк, короче говоря. Верить можно, ну знаете, это вопрос, вера это же как секансство такое, да, я верю в Старлинк, я верю в белорусскую Теслу, я верю в белорусский Гомсельмаш, а также верю в на Наваленке и способность Лукашенко управлять люпинами гороха. А где наш спутник, который обеспечивает, значит, высокоскоростной доступ в интернет? А где наш белорусский Старлинк? А вот, смотри, белка это, да? Видишь, вон рядом с чайником Рассова. Рядом с чайником Рассова. Первый автор и вообще вот генератор идеи спутника давным-давно спрятался в Кремле, там в Москве, за пазухой, это Мясникович, великий наш академик-доктор, который любил продавать вот маниловские такие проекты. Абсолютно, вот если писать просто по жизни образ Остапа Бендера, вот Мясникович это просто абсолютная, шикарная вот эта вот прототип этого Остапа Бендера, как и нынешний руководитель национальной академии Миног. Понимаете, вот они сидят, наверное, в бане, парятся, обсуждают, пьют там какой-нибудь напиток, и вот этому аграрному нашему гению в кавычках приходит мысль, ну как бы еще нужно там Лукашенко подзадорить, да, Алексей Владимирович, у нас же не только классная Тесла получилась, не Тесла уже будет, а у нас какой-нибудь Бобр будет, Бобр, да, а у нас получилась классный Старлинг, звездолет какой-нибудь, звездолет там, точка нет. И вот он говорит, втюхает Лукашенко это все, а вот, понимаете, попал под как-то спелл, есть такое английское слово, это как бы наваждение, что ли, какое-то такое очарование вот этого агро-бароновского лженаучного фьюжина, вот, и он, получается, в этом находится, да, и потом это показывают камеры, и, наверное, те люди, которые снимают, они даже не понимают, либо это какой-то сюр, либо это правда, либо это показывать, либо это просто такой селф-троллинг, трудно даже вообразить. Да, это, ну, хорошо, ладно, ладно, оставим этот сюжет будущим Ильфу и Петрову. Ну, Никарагуа, друзья, Никарагуа приезжала таки в Белоруссию. Да, конечно, нет, но они меня восхищают. Ну, они меня восхищают, ну, это ж круто, вот так вот сидеть, как вы говорите, в бане, там, придумать какой-нибудь вот такой вот, там, Старлинг ее будем выпускать. Ну, давай, давай, хорошая идея, и вот выпустили, и потом это продать Никарагуа. Ну, это же, ну... Отличная идея. Костя, Люда, а вы знаете, какой будет следующий продукт из этой серии? Да. Который будет оценен Лукашенко и его... Железный купол белорусский знаменитый. Нет, нет, искусственный интеллект от Лукашенко, понимаете? Это же будет... Мы там чат GPT и другие порвем и скажем, тут они работали, а наши умельцы с горизонта интеграла придумали искусственный интеллект. Иногда, когда слушаешь Александра Григорьевича, я, например, не удивлюсь, если завтра объявят, что это искусственный интеллект с нами разговаривает, потому что... Я не удивлюсь, ты скажешь, что это мы его придумали. Да, да, вот, пожалуйста, Зеленский хороший-хороший уже. Уже хороший, да? А он сказал, что Зеленский правильно все делает, молодец, что у Запада просит оружие. Вот, ну, а куда ему деваться? То есть, ну, вот... Надо и там... Гнида, которая все делает правильно, да. Короче, про... Лежут не всегда, где только, чтобы было минимизировать последствия для себя. Совершенно очевидно. Сегодня Хамас приехал, Хамас хороший, завтра Израиль приехал, Израиль хороший. Прислали ему кусочек, там, чего-нибудь украинского, Зеленский хороший. Завтра... Даже и поляки, и то, могут быть иногда хорошими. Такой, нормально, он же простилался сейчас в комплиментах, все хорово, мы тут. Во-первых, у него живет 250 тысяч поляков в западных регионах. Где-то там. И он сказал, это мои поляки, да, я их люблю. Я тоже был в этом числе. Да, то есть... Я тоже поляк, поэтому... Я еще думаю, что такой же поляк, да. Да, да. Знаете, если говорить про вот эти суждения, да, это вот... Люди пытаются как-то найти какое-то объяснение, какую-то логику, что-нибудь. Это просто человека несет, банально несет. И мы когда вот там где-нибудь в компании или в каком-нибудь там сообществе... Есть люди, которым просто вот собака там лает, караван идет. Вот это вот то, что... Смысла в этом вообще никакого нет, друзья, нету. Это просто уже какое-то реагирование на внешний контекст, смысл и значение, которого он давным-давно не понимает. Есть просто жуткое желание выжить, минимизировать потери для себя. И как-то встроиться хоть в мир, хоть в демократию, хоть в тоталитаризм. Главное, чтобы его не трогали, его семью, его деньги, его статус и все. Вот у него главное. И для этого он будет говорить с белым, черным, серым, зеленым, плоское, круглым. Неважно. Это просто человек, где вот это вот попытки там найти какой-то смысл. Вот он сказал, что это значит. Да ничего не значит. Это человек просто... Вот там ретроградный Меркурий. Лучшее объяснение. Ну да, да. 42. Послушайте, а это самое... Люда, ты хотела про белку пару слов? Да, про белку. Раз уже вспомнили, что с этой белкой стало? Куда, короче, значит... В 2003 году ее начали придумывать. В 2006 году привезли на Байконур, хотели запустить. В мае, июне, ну там нечто ломалось, ломалось. В июле приехал специально на Байконур Александр Лукашенко. Запуск произошел в 23.43 по московскому времени. Однако на 73 секунде полета завалился где-то в Казахстане. Что же там Александр Григорьевич белки в хвост ставила под хвост? Что-то, короче, так вот бесславно. Причем самое интересное, что да, белка была застрахована белорусской страховой компанией. Она, конечно же, все деньги компенсировала. Потом начала делать другую белку. Делали-делали. Там что-то полетело. Знаете, один спутник и говорит, надо будет устойчивая, мобильная, высокоскоростная связь. Но это просто, ну, это вот сказки для детей первых трех классов в школе, когда приходят какие-нибудь генералы, там, полковники, милиционеры и говорят про достижения белорусской социально-экономической модели, какие мы технологические. И не говорят, вот смотрите, мы же сделали конкурента Теслу, мы сделали спутник, мы космическая страна, мы запустили спутник, у нас баллистические ракеты есть. И в этом, то есть, нужно наполнить ряд теми словами, от которых бы у школьников просто дух заняло. Чтобы они сказали, действительно, как мы гордимся тем, что живем в такой прогрессивной стране. Помните, мы в Советском Союзе, мы жалели негров, потому что их там линчевали в Америке. И вообще, как они там... Конечно, конечно. Или Польша под пятой капитализма, и НАТО распласталась, Литва, они там бедные от голода дохнут, пухнут, магазины у них пустые, никакого выбора нет. И вот в этой вот это продолжение ряда. Нужно опускать, как бы, твоих оппонентов врагов и, с другой стороны, возвышать себя при помощи вот таких картинок. Это из серии Северная Корея, которая выиграла чемпионат мира по футболу. К сожалению, у наших школьников есть интернет, и они умеют читать. А вот... Понимать ли, читать, что же направлять можно, понимаете? Вот это... Это подождите, это другая тема совершенно уже. Это вот мы давайте оставим этим специалистам от образования, психологии и так далее, потому что это... Все-таки, Ярослав, вы все-таки больше нам интереснее про инновации, когда мы ждем, понимаете, вот белорусство. Вот это вот наше. Ну вот смотрите, ладно, бог с ними, с этими старлинками. Фонд первого появился. Знаете же, да, слышали? В новой резиденции... Там, где котиков и собачек разместят. Да, и вот он говорит, этот фонд будет аккумулировать средства в одном месте и оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Главное, что мы сможем аккумулировать деньги тех, кто неравнодушен. И с моей стороны гарантия того, что эти деньги разворованы не будут. Это все Александр Лукашенко говорит. То есть это такое же открытое воровство или что это такое? Как фонд имени себя? Я думаю, что есть определенный план у двух девушек вокруг Лукашенко, как, собственно, вот появился этот фонд. Лукашенко любит иногда иностранные слова. Вот видишь, и он, ему, наверное, очень понравилось слово мерч. Мерч первый, там, первый магазин и все прочее. И в рамках этого повышения капитализации мерча своего нужно сделать фонд первый. Потому что, ну, как бы, знаете, вот есть, когда ты расширяешь продуктовую линейку, надо, чтобы закрыть все ниши. Но вот почему-то фонд, там, женщин есть, все, фонд детей, фонд Чернобыля. А фонда первого не было. Что за безобразие? И люди, которые знают, на что может среагировать Лукашенко, вот, решили, а что бы. Что-то все сбрасываются на хоккей, на, там, разные какие-то праздники, дожинки. Надо все централизовать. Надо сделать еще очень хорошую кормушку. И мы, конечно же, будем распоряжаться этой кормушкой. Как вы думаете, кто будет распоряжаться? Конечно же, это будет пример того, что нужно поправить позицию по гендеру. Потому что будет управлять, там, либо пресс-секретарь Лукашенко, либо его любимая дама во главе вот этого, как его советовались. Наталья Ивановна. Да, Наталья Ивановна. Вот. И либо, значит, у них же тоже есть дети, внуки, близкие девушки. Вот. Что же нужно им какую-то? А, Василевич же нужно еще, понимаете, куда-то пристроить. Тоже фонд первого лицо, чтобы было красивое. Чтобы котики были, а также нуждающиеся. Поэтому, знаете, вот имитация вот этого третьего сектора, charity work, вот она в благотворительности. Абсолютно, знаете, ну, если в Беларуси имитируют политические партии, имитируют некий там плюрализм, почему бы не имитировать благотворительность? Надо на это поле залезть. Поэтому он залезет, там, скажет всем своим придворным потребителям чужого. Быстрее сброситесь каждый по миллионам в месяц долларов. Например, в качестве откупного сейчас из тюрьмы будут выпускать не только после того, как вы дадите там большую сумму в карманы милицейских и других чиновников, но также фонд первого. Более того, фонд первого. Да, может быть еще источником дополнительных доходов разных там региональных и разных национальных силовых структур, их работников, их жен. Им что же устраивать нужно? Ну, он же говорит, оказывается, помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Ну, все правильно вы сейчас. Все правильно, вот это все, категории определены, институциональная проблема есть, и даже никому в голову не придет назвать это коррупцией, потому что это же все во имя помощи нуждающимся. Конечно. А вы знаете, что поразительно исчезали после создания таких фондов президенты быстро? В 2000 году появился благотворительный фонд, фонд первого президента России в 2000 году. И тут вдруг Владимир Владимирович Путин как-то, ну, Борис Павлович отошел от дел. А в 2017 году появился фонд первого президента Казахстана. Ну и вот 24-й год, 23-й появление фонда первого президента Казахстана. Ну, так надо было накопить что-то же. Другие источники накопления были, другие структуры, кэш любимая с форма накопления, разные другие подставные структуры, прокладки и решаловые. Для этого есть зао, как бы они обслуживают зао семья. А вот фонд первого, знаете, когда человек уже начинает, а что бы мне такого сделать для бедных и сирых и обездоленных? Давайте я вот сделаю там какой-нибудь, знаете, построить гостиницу для собачек. Бездомных, да. Вот это вот будет, либо, например, там сделать, дать кому-нибудь компьютеры какие-нибудь еще. Вот тех тем, которым занимается мировое в мире, благотворительность много. И это все будет там, знаете, как помните, инновационные инвестиционные проекты каждому району по штуке, да. То же самое здесь, каждый район должен будет придумать благотворительный проект для финансирования из фонда первого. Будет конкурс, там будут сидеть представители всех социальных групп, вот, и они будут выбирать, какие проекты хорошие, какие плохие. И это будет объявлено как народа, как вовлечение, инклюзивность, еще одно слово хорошее, это ООН. Вот, инклюзивное участие в управлении государством. Мы же выбираем, какой кошечке помочь и какую рыбку спасти. Ладно, с фондом, с этим, черт с ним. Тут для населения кое-какие изменения, значит, грядут. И вообще, ну, я не знаю, стоит ли обсуждать каждое в отдельности. Ну, смотрите, во-первых, повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Хотят ввести, да. Это в проекте изменение в налогокодекс прописано. Хотят поднять транспортный налог. Причем там в проекте не указано, на какие машины, что, просто поднять. 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 Мы же всем на 20% возможно. Значит, налог на собачек мы уже обсуждали. То есть, куда ни кинь, да, вот куда ни глянь. Всюду там дай, тут отдай, там повышение. Ничего святого. И это что, они, ну, как бы, это они так дыры закрывают, свои чиновничьи вопросы решают, дыры в бюджете латают. Что, почему это? Настолько плохо все, что ли? Из всех этих изменений, на мой взгляд, самое опасное, это как раз отказ от плоской шкалы и переход в прогрессивную шкалу. То есть, плоская шкала, это было достижение подоходного налога. Действительно, она привела к резкому увеличению поступлений по подоходному налогу. 12% когда было. И это, вот я помню, в 2000-х годах мы боролись, боролись. В конце концов, даже вот правительство Лукашенко сказал, ну да, давайте попробуем. И попробовали, и понравилось даже. Вот то, что будет 25, да, это, конечно же, только начало. Потому что сначала они говорят 200 тысяч, это 17 тысяч рублей в месяц, там таких людей вроде бы немного, там не больше 10 тысяч. Но это же только шлюзы открыть. Как только появится соблазн облагать другой ставкой богатых или там налог на богатство вести, квартира, а с какого уровня, автомобиль с какого уровня. А у тебя там ты 2-3 раза слетал куда-нибудь, а у тебя доходы существенно ниже, чем расходы твои. То есть нужно опять контролировать все это дело, увеличивать число смотрящих, увеличивать число тех, которым нужно иметь доступ к информации твоей приватной, личной. То есть это как бы вот пример того, как при помощи такого невинного вроде бы инструмента можно еще жестче сделать большого левиафана, большого брата Беларуси. И, конечно же, не хватает денег, потому что и Минфин, там сидят люди, дружащие с калькулятором, они понимают, что в следующем году такой лафы не будет. Поэтому нужно, конечно же, собрать эту подушку имущественной или там денежной безопасности для бюджета. Вот поэтому все эти повышения. Вот, и знаете, индексация на инфляцию плюс какие-то еще дополнительные вещи. Что такое кот-собачка? Кот-собачка, друзья мои, это бесплатная психологическая помощь для человека. А почему бесплатная? А вы понимаете, что за каждой помощь нужно платить часть государству? Отдайте, пожалуйста. Первая квартира, дополнительные расходы, машины, дополнительные расходы. А помните, нам же там при выезде нужно уже платить там этому Тетерину деньги за каждую, чтобы отмыть машину от несуществующего ковида и другой заразы. И там сейчас на каждом шагу. Я вот как-то помню, мы с Великой Федоровичем Заикой фантазировали, когда вот эти налоги начали обсуждаться при выезд за границу. Ну а что, давайте сделаем, например, налог на каблуки, высоту каблуков. Хочешь быть красивой, каблуки 9 сантиметров, плати. И каждому продающему эту обувь можно будет. То же самое в отношении мужиков, например. Раз у нас плохая демография, ну помимо того, что налог на так называемые яйца ввести, еще можно налог, например, на неухоженный вид. Ты же отталкиваешь от себя возможную свою пару, нейтрализуя ее благие намерения. Либидо. Нейтрализуя либидо на корню. Налог на усы. Ого, ого. И проявление бороды, Костя. Так что у вас будет двойной налог. Нет, вот здесь просто, это вот все, что там, гольновые думки хитра. Когда вы понимаете, что большие эти налоги, НДС, налог на прибыль, на заработную плату, там, недвижимость. Там и так это идет постоянная индексация, постоянное увеличение. Вот, понимаете, вот это вот из серии, помните, мы обсуждали с вами, бензин дорожает на копейку, там, 40, ну, 40 раз. Вот, то же самое здесь. Вот, постепенно, постепенно, вот, и действительно, да, должность вот такой, такой извращенной, извращенному цинизму наших фискальных органов, которые не делают ошибку в виде разовых жестких повышений, там, и ни курса, и ни цен, ни тарифов. Они постепенно, постепенно, но регулярно. Но когда ты откроешь этот вот, там, этот ящик Пандоры в виде прогрессивной ставки, там, получается, какой следующий шаг? Следующий шаг – обложение богатства, активов только. Значит, ага, значит, нужно проанализировать, делать аудит, что у кого есть. Они сами будут оценивать, сколько это стоит. И потом, если, например, на отсечении же идет какой-то там ставка, ну, не больше там 20 тысяч, 30 тысяч долларов, можно быть бесплатно, а потом все остальное плати. И это ориентация не на люмпина, не на людей, которые там сводят концы с концами. Это, безусловно, зажимание в тиски среднего класса. А выше, ЗАО «Беларусь», там, эти самые высокие вип-распорядители потребителей чужого, поверьте, для них вот эти мелкие шажки туда не имеют никакого значения. У них там очень большой запрос прочности, поэтому при прочих равных они все равно будут зарабатывать больше. Хорошо. Вы говорите про тиски, про медленное вот это вот удушение, все. Смотрите, как интересно. Экономисты Берак сделали неожиданные выводы о причинах, которые могли сыграть роль в активности беларусов в 2020 году. Объединяющими факторами для беларусов разных возрастных групп в 2020 стали общие, не политические, а экономические ценности. Вот к такому выводу приходят исследователи Берак. То, что сегодня происходит в стране, вы сами говорите, да, там, улучшением экономического климата, и как там для бизнеса, так и для простых беларусов, назвать сложно. Ну да. Когда мы сегодня говорим, что в Беларуси невозможен протест никакой вообще, может быть, мы чуточку ошибаемся, как вам кажется? Может, они там чуть-чуть поднажмут? Ну и все, в смысле, да, и как-то вот все это нам кажется, что нет, а, глядишь, и да, и быстро. То есть, придание фантазиям и благим намерениям наукообразной формы, будь то от Берака, будь то от Кейса, будь то любой другой структуры, не делает чести вот такого рода исследования. Потому что, ну, друзья, можно все, что угодно там пытаться совместить, несовместимое, вот. Ну, когда мы, ну, точно уж среди, там, месяцами мы были на площадях, на улицах, демонстрировали, но там не было лозунгов хлеба, зрелищ, там, экономической свободы или еще что-нибудь. Не было. Это исключительно ценностной политический гражданский протест. Экономика вообще ни при чем там. Притягивать экономику за уши, то же самое, как того же Берака, говорить, что у нас экономика вообще больше наполовину частная. Это те абсурды, которые вытекают из слепой веры в некие статистические показатели. До сих пор я вижу эти исследования, вы знаете, вот как недавно вот это типичная лажа от Всемирного банка. Ну, берем Берак, это Берак, это как бы, ребята такие, не такой масштаб, как Всемирного банка. Но Всемирный банк в конце прошлого года давал по экономике Беларуси минус, потом он увеличен до 0,8+. А сейчас будут говорить три плюса. Что это значит? Всемирный банк сидит, офис в Беларуси, да, сидят люди, получающие заработную плату. Что они делают? Они не имеют доступа ни к какой информации. У них нету своей статистики, нету альтернативных источников верификации информации. Они как слепые эти котята или слепые попугаи повторяют вслед риторику за белорусскими властями. Легализуй ее. Зачем вы это делаете? Это бред, это дискредитация Всемирного банка, МВФ. А люди смотрят на эти цифры и думают, блин, ну Всемирный банк признал, что будет три. Откуда три? То же самое, как в МВФ сейчас на этой неделе будет доклад Международного валютного фонда по всем странам, в том числе по Беларуси. Никакой информации нет. У них, они просто как эти, смотрят на белорусский статус и говорят, ну они же не могут врать. Еще как врут по всем показателям. Поэтому, когда вы начинаете эту чушь молоть про то, что там белорусская экономика такая хорошая, стабильная, вот сделайте, как сделал Standard & Poor's и Deloitte. Они сказали, нет оснований верифицировать или проверять макроэкономические данные из Белоруссии. Беларусь не идет на сотрудничество в этой сфере, поэтому мы их рейтинговать или оценивать не будем. Точка. Это честно. Либо как в Аргентине в свое время было, когда они сказали, показатель инфляции в Аргентине не соответствует методологии оценки, поэтому мы считаем, что это грязные показатели. Фич. Фич же отозвали свои данные. Да, фич, вот, 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 вот. Поэтому в этой ситуации я говорю то же самое. Надо было, чтобы сделали все. А мы начинаем играться в эти проценты. Я считаю, что вырастет на 0,3, а я считаю, что 0,7. Это лженаучное жонглирование и поддакивание белорусской тоталитарной модели. Скажи, один месседж очень простой. Вы врете. Все ваши показатели – вранье и ложь. Веры им никакой нету. Это то же самое, что я не нападал, с моей стороны никакого нападения не будет. Почему вы думаете, что человек, который врет во всем, будет говорить правду в экономике? Ну, где логика здесь? Вот, и поэтому, когда начинают какие-то исследования, экономические проблемы, сидят, вот, ну, знаете, оторваться от действительности можно по-разному. Да, и это пример того. Лучше же бы они, я тоже самое вижу там некие оценки, вот, прогрессивная шкала будет, она, конечно, хороша в Европе, ее многие используют. Ну, конечно, не на часе в Беларуси, но что за чушь какая-то социалистическая? Знаете, болезнь социализма, интервенционизма, она, к сожалению, есть во многих людей, которые относятся к демократам и к противникам диктатуры. Это, знаете, как в Украине то же самое. Есть многие люди, которые искренне, безусловно, абсолютно анти-рашисты такие за свободу. Но когда начнешь разговаривать с ними по экономике, по причинам того, почему Украина самая бедная страна Европы, вот я сейчас в активном турне по всей стране, вот был там Ивано-Франковск, был потом в Тирасполе, был во Львове, вот сейчас будет Хмельницкий, Черновцы и так далее, и так далее. Ну, это же просто, ну, абсолютно четкая идентификация проблемы. Люди не знают, не понимают экономики, экономических, там, что такое экономическая свобода правособственности. И у нас такая же проблема. Поэтому подыгрывать Лукашенко, помните, когда так говорили, форум у нас был, это Костричинский форум, и приходили премьер-министры, вице-премьеры, там, министры, такое яшко, не было, ай-яй-яй, чуть ли не в засос целовались, хваля белорусскую регуляторную инвестиционную среду. Ну, что за бред такой? Вот, и это то же самое с той же логикой. Это, на самом деле, экономика. Давайте экономику подправим, и все будет хорошо, никого протеста не будет. Мерзко и неправильно. Ну, услышали вас, да, хорошо. Спасибо за это мнение, и вообще за то, что вы, как обычно, к нам пришли и поговорили с нами. Ярослав, спасибо огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!